как сделать хороший самогон чтобы он не просто не имел привкуса плохого неприятного вкуса вони а чтобы именно вкусным был некоторые делают так что убирают просто у самогона привкус много советов в интернете есть там и белая глина очищает и фильтрами очищает чтобы уменьшить этот неприятный вкус который у самогона но можно сделать по-другому сделать так чтобы самогон был вкусный некоторые делают так что в самогон добавляют например карамель еще что-то но все равно где-то ощущается неприятный вкус хотя приятнее пьется ощущается неприятный вкус все-таки самогонки можно сделать по-другому в чем вообще секрет в том что вместо вот этот неприятный вкус он из-за когда дрожжи они хлебные бродят если заменить вместо хлебных дрожжей сделать например на винных или на диких то совсем другой будет вкус вот например допустим как скажем делаю чачу ее же делают из то что отхода от вина мезга осталась потом эту мезгу добавляют воду сахар туда добавляют и делается самогон потом вот это брага делается да потом он перегоняет получается чача она приятно вот что-то подобное но только в наших условиях то что растет на севере северный вариант как делаю я я виноград тут не растет я в сибири живу поэтому здесь другие ягоды растут черемуха черноплодка и так далее в данном случае я вот сделал такую брагу из черема черноплодку в прошлом году черноплодки как вино получается но на вкус пить и если его она крепко 12 процентов я меряю по крепости по сути по сути такое же как хорошее вино вот из ягоды чтобы этого добиться чтобы и вкус был хороший крепости но это очень тяжело когда добавляешь сахар то и чувствуется вкус алкоголя уже пить тяжелее я сделал обычное вино из ягоды из той же самой черноплодки который легко пьется но процент у нее всего лишь девять процентов но пить очень легко и много можно но и сделал еще вот такой вот фруктовую брагу ягодную из черноплодки делаю ее как советуется вымерять сколько процентов сахаристости чтобы было в самой ягоде и чтобы достичь 28 процентов сахаристости я делал в три этапа добавлял на 10 на 10 литров вышло так что в начале отделка ягоду 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 вышел где-то 3 литра и поставил это в тепло на трое суток пошел такой сильный запах брожения после этого я когда почувствовал запах брожения и сильно такой вижу что в активном брожении находится брага я после этого добавил воды и сахара сахар разделил на три части тремя частями добавлял в начале пол килограмма добавил через неделю еще пол и потом еще через неделю еще следующей половиной пол килограмма и вышло что полтора килограмма сахара на 10 литров 3 литра это получается вот эта масса ягодная и остальные 7 получается воды где-то ну около 7 где-то 6 наверное даже это 6 примерно так и сахара полтора килограмма вышло бродит она долго больше месяца больше месяца полтора полтора месяца примерно но она того стоит такая брата она из нее получится очень хороший самогон он будет отдавать вкусом ягода он будет крепкий давать вкусом ягода приятно пить его хочет он того стоит нужно чтобы полностью выпрыгнула иногда бывает так что она становится даже светлым на вкус она должна быть горько горько сахаристом сладости не должно быть вообще нисколько да и теперь если перчатку мы ставим да должно упасть гидрозатворно перестал перед должно стать буркой брошей не нужно остановиться ягода который наверху упадет это все указывает на то что все уже процесс остановился пора это сливать и перегонять